Дорогие коллеги, студия диалоги о ритейле продолжает свою работу на неделе российского ритейла. И у нас в гостях Илья Ярошенко, владелец сети магазинов БАО. Илья, первый вопрос. Сегодня, несмотря на то, как сказали многие аналитики, что несмотря на негативные настроения, может быть, даже где-то панические участников рынка розничной торговли, аналитики отчитались, что порядка на 15% вырос рынок среди представителей, особенно топ-100. Магазины продолжают открываться тысячами, все отчитываются, что они там ничуть не приостанавливая, а только продолжают открывать, в том числе и ваша сеть. Скажите, что сейчас помогает на таком вроде бы негативном фоне продолжать развивать бизнес? Вера в будущее, наверное, только. Добрый день. Ну, наверное, отчетность нужно все-таки разложить и посмотреть. О, 15% это за счет чего? За счет того, что магниты и перекресток выросли, а сколько при этом маленьких компаний уходит с рынка. Наверное, это все, эти тенденции все видят вокруг. Хорошо или плохо? Ну, наверное, с крупным бизнесом легче государству работать. Вот онлайн-касс, я думаю, тоже поможет этому тренду. Опять же, не могу судить, он хороший или плохой, но как какое-то время назад уходили рынки, вещевые в том числе рынки, где мы также присутствовали, они ушли. Сейчас о них никто уже и не вспомнит. Так же и будут уходить маленькие магазинчики. Мы с потерпением ждем как участников, так и гостей. Мы растем, да, мы растем, мы открываем новые магазины. Мы не можем похвастаться теми цифрами, как хвастаются большие компании, там, 50 магазинов в год, 100 магазинов. У нас стабильно идет в районе 10 магазинов. Год из года мы прирастаем этими темпами, медленно, но верно прирастаем. Мы растем очень хорошо в онлайне, в интернете. За счет собственного интернет-магазина, за счет партнерских Валбер и Сламода. Панических настроений у нас никаких нет. Есть такой, может быть, некий оптимизм спокойный. Все-таки все наладится. Мы переживаем уже третий кризис, мы научились их переживать. Когда в какой-то момент мы сокращаемся, сжимаемся, может быть, даже где-то и приостанавливаем развитие, но потом нагоняем все это. Несомненно, поменялись предпочтения и возможности покупателей. Я думаю, фэшн это почувствовал менее сильно, чем представители электроники, бытовой техники. Как вы менялись с изменением этих предпочтений? Меняли ли как-то сильно ассортиментные позиции или поставщиков? Менялись, естественно. Кто не поменялся, кто тупо умножал на свои коэффициенты закупочные цены, а они, не секрет, они все долларовые, евро, валютные составляющие, их, наверное, уже и нет на рынке. То есть поменялись все, кто остался в живых. Рост цен, да, небольшой был. То есть у каждой компании есть минимальная точка, ниже которой маржинальности она не может уйти. То есть есть запас прочности, а дальше или постоянно минусовать, или не минусовать. То есть у нас нет такой подпитки, что мы можем на протяжении нескольких лет быть убыточными. Поэтому определенную маржу мы должны были сохранить. Цены повышали мы не сильно. Меняли ли ассортимент частично. Выводили новые позиции, новые в том числе и дешевле которые. Но главное, чтобы сохранить свою лояльную часть аудитории. Добавляли какие-то позиции. Сейчас мы выводим новый ассортимент. Мы делаем детскую коллекцию с осенью у нас появляется. Расширяли свои магазины. Ну то есть работали. Увеличивали маркетинг где-то. Удачная рекламная компания с Лисаной Утяшевой. Наше рекламное лицо, наш дизайнер. Мы с ней выпускаем лимитированную коллекцию, которая удачно продается. Ну то есть работаем. То есть просто участвовать в войне снижения цен. Это глупо. Да. Это глупо. Но и это невозможно. То есть ради чего минусовать какой-то период. Ну нужно зарабатывать. Бизнес это про деньги. Бизнес это ради денег и все мы здесь и работаем. Но опять же просто оставить цены долларовые, такие какие они были до кризиса, это невозможно. Просто покупатели уйдут все причем. А из российских производителей увеличилась их доля? Да, обязательно. Опять же это пропагандирует Минпромторг. Мы сами постоянно мониторим. Мы мониторим как и российских, так и не российских. Доля российских увеличилась. Наверное каждый год увеличивается процентов на 10. Но здесь главный критерий цена-качество. Если это выгодно, мы это делаем. Опять же та же вся коллекция с Лисан, она была разработана и произведена в России. Сроки, короткие деньги. И вот поэтому мы выбрали здесь производить ее. Понятно. Тогда последний вопрос. Как я уже говорил заранее, ритейл.ру в этом году празднует 18 лет, вам 25, как вы сказали. И это уже такие серьезные сроки, что мы задумались о взрослении отрасли. Если говорить о ее взрослении, на ваш взгляд, как за это время изменилось мышление участников рынка, как продавцов, так может быть и покупателей. Понятно, что там менялась страна, менялась экономика. Но вот для вас, что больше всего изменилось, если вы себя вспоминаете 10-15 лет назад? Да, сейчас был конкурс фотографий, как раз приуроченный к 25-летию. Но поменялось все. Мы на другой планете. По сравнению с тем, что было в 92-м году, когда мы открыли бизнес. Ну, наверное, все и не расскажешь. Поменялось реально все. Потребитель, отношение к этому потребителю, компания, технологии, места продаж, товар, ассортимент. Все. Ну, меняется все. Это и интересно. Интересно работать в новых условиях. Чтобы дальше продолжать работать, надо тоже, получается, постоянно меняться? Да, однозначно. Кто не меняется, тот уходит.